Как всегда во всем черном, без дирижерской палочки, как-то Башмет признался, что она ему просто мешает управлять музыкантами. Альтиз номер один планеты, великий дирижер, создатель одного из лучших в мире камерных ансамблей солисты Москвы, Юрий Башмет, постоянный гость Сахаровского фестиваля. Сегодня для нас Шонберг, просветленная ночь. Детище Башмета, солисты Москвы, выступают на сценах самых известных концертных залов мира. А Карнеги Холл в Нью-Йорке, Пробекан Холл в Лондоне, в Берлинской филармонии, в Вене, Амстердаме дают почти 100 концертов в год. И всегда полные залы. В репертуаре более 300 шедевров мировой классики и редкозвучающих произведений. Билеты на сегодняшний концерт были раскуплены несколько месяцев назад. На пресс-конференции за полчаса до концерта Башмет признался, что, как всегда, волнуется. Все относятся более чем серьезно к выступлению в Нижнем. Вот такой имидж у филармонии. Ну, раз тебя так принимают, надо соответствовать. Башмета обожают. Дирижирует он или солирует, неважно. Каждый его выход на сцену не забываем. Любой его концерт – полная отдача. Однажды он сказал, на выступлении всегда должно быть чудо, магия. Хоть на пять секунд, чтобы в музыку влюбился каждый в зале. И неважно, где ты играешь – в Вене, Нижнем или никому неизвестной глуши. Все важные события в жизни великого музыканта произошли случайно. В класс Альта маленький Башмет поступил, потому что не было места в скрипичном. За дирижерскую стойку встал, потому что надо было заменить сболевшего маэстро. То, что он сделал для музыки, беспрецедентно. Надо хотя бы то, что вывел Альт из тени первых скрипок и всем показал, что этот инструмент должен солировать. И это только начало Сахаровского фестиваля. Нас ждут еще 11 концертов. Завтра для вас премьера «Один день Ивана Денисовича» в концертном исполнении. Симфонический оркестр под руководством Игната Солженицына. Ксения Дорина, Ренат Беглаев. Объективно. ННТВ. АПЛОДИСМЕНТЫ